всем привет дорогие зрители и подписчики моего канала с вами снова я меня зовут женька это канал joyfox play а мы продолжаем играть в игрушку под названием ретро гараж будем заканчивать сегодняшний день у нас 2100 в предыдущей серии мы занимались короче покупкой машины и ремонтом машины и и последующей перепродажей тут вылезла реклама мне пришлось ее удалять человек короче предлагаю смотри мы можем улучшить нашу мастерскую за 23 а за 20000 рублей да но у нас пока что 8 300 давайте копить деньги будем продолжать работать вчера чуть не попал в аварию отказали тормоза разберешься хрен его знает ты бы мне платил кэш побольше бог кстати смотри восьмерка прикольно давайте короче посмотрим не знаю мне нравится эта игрушка в этой игрушке реально отдыхаю знаешь есть такие игры которые когда играешь короче отдыхаешь вот это одна из тех игр на самом деле для меня это такая некая отдушина что ли ну вообще в принципе я в дальнейшем планирую проходить как можно больше игр android не знаю ты мне короче как обычно в комментариях советую какую-нибудь интересную игру не обязательно android можно посмотреть какую игру на компьютер просто дело в том что пока еще загружал эту игру чуть ли с ума не сошел мне эмулятор очень глючит так задние тормоза давай мы это утилизируем задние тормоза 1 и передние тормоза 2 сейчас мы это в запечатях все купим передние тормоза купим задние тормоза так вот о чем я говорил эмулятор у меня почему-то к этой игре очень сильно подглючивает я не знаю почему как бы эмулятор в принципе очень много памяти жрет хотя я бы не сказал что мне какой-то не мощный компьютер у меня достаточно мощный компьютер для по современным меркам но тем не менее что имеем то имеем подглючивает он все таки знатно так забирай свою восьмерку давали деньги отличная работа хорошо так давает снова по работе пройдемся последнее время двигатель как-то странно звучит да и обороты не держит слушай ну давай посмотрим не о слушании хера себя кабриолет прикольно кто-нибудь видел на самом деле в живую вот такую машину я видел на парадах знаешь по телевизору да такое я видел пиши в комментариях видел видел или ты такую машину я нечто подобное видел давайте короче что будем снова разбирать так откройте здесь 4 винта 4 болта я думаю после того как мы с тобой поиграем в эту игру нам не будет составлять проблемы починить реальную машину хотя нет я сомневаюсь наверное так снимаем ремень шестеренку при мне сейчас надо будет вот это вообще все разбирать наверное да чтоб это достать шестерня распредвала серьезного издеваетесь нереально на будет все тут разбирать болит не очень хорошо так ну ладно хрен с ним давай все разбирать да тут какая-то деталь одна сломана и чтобы починить приходится весь двигатель снимать это не то чтобы странно наверно в реальной жизни таки есть потому что доступа ко всем деталям как ты видишь у нас нету приходится заниматься вот этим вот самым так выпускной коллектор мы тоже снимаем короче снимем вот эту вот штуку вот эту штуку ты просто тыкаешь вкусной коллектор инжектор он где инжектор серьезно хорошо так что тут надо разобрать тут можно запутаться я поэтому все протыкиваешь не терять особо много времени снимаем головку блока цилиндра короче вот это самое все снять поршни надо снимите коленвал или таки аж снимаю шестерня коленвала но она мне внутри стоит блин ой господи ладно давай конечно можно было наверно сделать это попроще да можно было вот так вот сделать ну да ладно бог с ним давайте все чинить так поршня ставим на место коленвал у нас идет под замену идем запчасти покупаем коленвал за 100 рублей опять же говорю цены такие дикие ващих просто капец блин 100 рублей за коленвал просто капец реально жизни бы такое было мне кажется каждый бы захотелся я машину наверно так головка блока цилиндра мы с тобой поставили впускной коллектор на место топливная рампа масляной фильтр впускной коллектор короче собираем обратном порядке отдаем ему машину пусть он нам отдает деньги и валит отсюда намного выгоднее если брать именно по деньгам покупать какую-то сломанную старую машину ремонтировать ее и потом перепродавать на самом деле прошлая серия была как раз таки про это если не смотрел обязательно посмотри мы тем же самым и занимались мы покупали старую какую-то сломанную машину чинили ее и потом перепродавали в общем да и джак ну так немножко подняли вот такие дела они мне кажется просто как бы дают какие-то на доп квесты ну ты улучшаешь свой уровень как минимум если выполняешь кита квесты хотя наверное уровень улучшается когда ты занимаешься тем чем занимались в прошлой серии ну да ладно хорошо мы посмотрим все это дело с тобой сцепление поставили забирать свою машину давай деньги до свидания спасибо пожалуйста так все снова по работе хочу проверить ходовую не нравится мне как он едет по бездорожью у тебя на него да какая-нибудь блин как уж как я угадал но у тебя не него у тебя уазик ну ладно бог с ним хорошо так по кузову у тебя все нормально по ходовке у тебя ну да собственно говоря так а подвижку давай сразу проверим все нет подвижку у тебя все отлично все нормально так снимите передние тормоза но сначала в любом случае надо будет открутить все колеса да мы тут подрабатываем и шиномонтажником короче прочее 5 10 игрушка залипательная на самом деле а если мне не играл обязательно поиграй не знаю тебе и рекомендую можно так сказать не можно очень надолго залипнуть так подожди нам же нужно а задний амортизатор так подожди задний амортизатор и сейчас мы это все дело с тобой разберем успешно коробка передач коренвал блин вот тут вот тоже надо определяться что снимать первым делом это не все так просто не протыкаешь так случайно все это дело так это мы с тобой разобрали и это мы с тобой разобрали так ну тут по состоянию если смотреть в принципе наверное все нормально остальное да так задний мост ремонтируем ремонтируем передний мост хорошо все ставим в обратной последовательности рулевую рейку амортизаторы прикручиваем короче выхлопную систему все дела и все такое и она у тебя будет ехать еще как новая блин ну денежек покажешь давай побольше пробу просто замечательно самая долгая конечно колеса снимать так принципе все нормально хорошо так переднее колесо мы тоже прикрутим эти болты 5 болтов все машинка готова 9 день так ну и славно отлично давай путешествие дальше по всяким там этим лужам по бездорожью вчера закипел двигатель а под машиной остается лужа слушай ну у тебя наверное что-то с этим так по мотору давай сразу посмотрим закипел двигатель и ремень снимаем шестерни вынимаем так по состоянию все что ли хочешь сказать у тебя вот эта проблема что либо ложки в коленвала что-то я сомневаюсь мне кажется у тебя немножко другие какие-то проблемы приводной ремень мы тоже заменим где он кстати приводной ремень ведь видит его так приводной ремень 20 рублей блин капец цены по идее она должна была заводиться но я же говорю тут какие-то еще другие проблемы два осмотра проведем так осмотр автомобиля у нас определил что у тебя еще водяной насос нужно починить и ремень грм да тут конечно это все не подсвечивается тебя машина не заведется да не как видим она не заводится хорошо давайте все обратно разбирать опять же так по идее вот все так водяной насос надо купить ремень грм надо не забыть так водяной насос кто-нибудь видит водяной насос водяной насос так подожди ремень грм ладно я вижу водяной насос я тоже вижу все сейчас это все обратное последовательность играем вообще человеку приятно наверное смотреть как работают другие люди то есть человек может смотреть на что как горит огонь как течет вода и как работают другие люди вот еще смотришь как работают другие люди собственно говоря это за значок это bitcoin плюс 5 так день у нас закончился 10 тысяч я говорю от не очень выгодно этим заниматься ну почему бы ради разнообразие или нет так ждать 1615 за весь день получили это говорю опять же не очень много так опять же вылезла реклама короче 10000 до давайте приедем в город посмотрим чего тут продается состояние хорошая но тут поменять в принципе крыло тебе да и что-то по движку сделать давайте ее купим попробуем опять же сделать все это дело мне больше денег дают за это все на самом деле так крыло сразу заменяем днище тебе тоже надо будет да наверно поменять так подожди это днище или панель подсвечивает мне кажется это вот это вот как его интерьер короче надо тебе поменять у тебя за страны и днище тоже ржавая днище тоже скорее всего ржавая ладно сценарий короче разбираем ее полностью потихонечку помаленечку когда я начинаю играть эту игру я получаю какой-то опыт и не все делать потом проще происходит передний бампер снять давай снимаем все приходится опытом в общем да ведь я говорю после этой серии ой после этой игры я буду в живую машину на нас вы также разбирать не прямо так конечно ну чё то такое же хорошо давай смотреть основанием и починим она у тебя ржавая все было переднюю панель заднюю панель поставим крышу поставим все короче в обратной последовательности прикрутим тебе капот передний бампер на два болта в реальной жизни конечно передний бампер не держится на двух болтах ты уж не думаешь что это инструкция по применению так заднее правое крыло поставили передняя вот интерьер мы тебя починим уж не знаю чуть она будет починить наверное у тебя тут все засрано было я не знаю там болью короче поела вот этот интерьер машинка то старая все таки волга а и будем короче думать что так оно и было так переднее правое крыло вернули на место ну все по состоянию все готово по ходовке у тебя чё сломано ходовки у тебя тоже много чё сломано и подвижку в принципе тоже ну давайте менять давайте снимем колесо его надо будет тоже починить так карданный вал снимаем карданный вал снимаем коробку передач тебе так рулевую рейку тебе откручиваем выхлопную систему так это у тебя чё амортизаторы а так вообще в принципе у тебя все остальное нормально сейчас мы это все дело короче с тобой починим и неважно какой значок горит либо оранжевый либо красный в любом случае тут нужно ремонтировать это все просто так понимаю если горит красный значок то в короче состояние вообще херово и денег больше уйдет на починку этой запчасти так ставим коробку передач ставим коленвал переднее колесо новое мы тебе сделали уж не знаю каким образом тебе удается почистить отремонтировать это колесо может и пескоструешь его на самом деле то есть как можно починить колесо колесо можно только поменять я хрен его знает что там своим колесом случилось так откручиваем два болта так с какой стороны они у нас стоят с этой ой так у тебя еще тут какие-то проблемы с насосом короче крышку снимаем тебе надо будет башку поменять в общем вот это вот все делать вкусной коллектор я разберемся тут нет смысла особо торопиться в этой игре тут здесь просто отдыхаешь ты здесь разбираешь смотришь как разбирают другие как разбираю я собственно говоря так чуть этот еще сломан так не нужно открутить вот это да ну смотри как в принципе состояние у тебя вроде все остальное нормально давайте проведем еще осмотр о на самом деле смотри если так вот смотреть состоянии у тебя все нормально на самом деле у babe все короче накидеть весь движок короче снимает corech капиталь и прикол в чем когда еще около этот кнопку состояние осмотр вот она до короче на поставить реклама чтобы Можно было посмотреть осмотр. Ну, на будущее, если ты будешь играть. Так что, как-то так. Рекламу я буду, конечно же, вырезать. Потому что, нафиг тебе это надо, ее смотреть, лишнюю рекламу. Хотя, реклама это двигатель любых игр. В принципе, включая андроида. Потому что, если нет рекламы, то разработчик не получает деньги. Я уже об этом говорил. И у него нет мотивации делать что-то еще. Так, сперва снимите поршни. Я их не снял, что ли? Все, все разобрал. Все, у тебя нет движка. Можно я тебя отпущу, короче? Все, давай, езжай. Нет, это так не сработает. Ладно, мне кажется, он не такой глупый. Так, ну давайте все собирать в обратной последовательности. Все сломанные запчасти мы, конечно же, подремонтируем. Так, стартер воткнем. Подожди, я не понял. А что у тебя еще сломано-то было? А, вот это все, я все вижу. Я уже думал, что я просто так все разобрал. Я же проводил осмотр. Так, 4 болта прикрутили. Маховик на место поставили. На те сцепление. Головку блока отремонтируем. Тебе надо было ее расточить. Раз у тебя такие проблемы с машиной. Так, впускной коллектор. Поставим крышку ГРМ. Мы тоже отремонтируем на держишки. Кип коленвала. Ла-ла-ла. Вот это вот все херотень. Впускной коллектор. Карбюратор на одном. Как карбюратор может держаться на одном болте? Пожалуйста, скажите мне, пожалуйста. Люди, которые разбираются в автомобиле. У вас карбюратор держится на одном болте? Я что-то сомневаюсь. Так, топливный фильтр. Распределитель зажигания. Хорошо. Блин, цены, конечно, такие вообще волшебные. Вот генератор. Да, генератор может вдохнуть. Но я бы на той месте не старый починил. Я бы на той месте новый купил. Ну ладно, хозяин, барин. Раз ты сказал, что надо его починить, я его просто починил. Генератор всегда лучше, короче, это самое. Лучше заменивать, чем его чинить. Потому что он не так много прослужит. Столько ты его починишь. Так, ну смотри. У нас появилась машинка вот эта вот, Волга, да? Я, конечно, знаю, что я могу ее оставить себе. Но я ее покупал за 6871. Кстати, давайте ее покрасим. Почему, собственно говоря, нет. Тюнинг. Требуется мастерская 3-й уровня. Я хочу вот тюнинг еще, например, открыть. То есть для этого всего нужны деньги. Поэтому предлагаю в эту игрушку все-таки поиграть еще нам с тобой. Так, а что по цвету только такой есть и все? А, слушай, может, можно уже вот так вот делать. Давай у нас будет какая-нибудь бирюзовая. Я не знаю, почему ты это вот сильно сут. Согласись, красиво смотрит. По-моему, да. По-моему, прикольно. Короче, давай примениваем. Все, машину покрасили. Сейчас можно ее и продать. Такую машину можно и не зазорно продать. Так, продать. 9378. То есть мы остаемся в плюсе на сколько? На 3000, да? Это намного выгоднее на самом деле. Я могу даже чуть-чуть по работе еще сделать. Хочу съездить на море. Сделай мне открытый верх. Да, отлично. Где болгарка? Чувак. Кстати, вот эту машину вроде ты у меня и купила, да? Я, говорит, хочу сделать открытый верх. Да, мне это вообще не вопрос. Сейчас я тебе сделаю открытый верх. Так, надо сначала все вот это дело разобрать. Короче, она хочет сделать кабриолет. Мне это вообще не вопрос, женщина. Что хочешь, что я сделаю тебе? Так, снимется. Надо сначала вот эти двери все поснимать. Ой, короче, здесь болт, здесь болт. Все, вот тебе открытый верх. Я так понимаю, что эту крышу я могу просто продать, наверное, да? Так, и все в обратной последовательности собрать. Подожди, мне открыта крыша. А что тебе надо от меня тогда? Ты же сказал, что тебе крыша не нужна. Бля, серьезно? Ты меня дезинформируешь, женщина. Вот женщины, они такие женщины, они сами не знают, что они хотят. Вот складная крыша, кабриолет. Хорошо, я просто сразу не увидел. На тебе складную крышу. Крыша, кабриолет. Чего? А, то есть я должен был на обычную крышу, что ли, это все сделать? Крышка, кабриолет. А, я должен был каркас сначала купить. Вот тебе каркас. Вот тебе это самое. Какая крыша не установленная? Я только что установил крышу. Блин, подожди, я туплю, я что-то не понимаю. Можете, двери не нужно так-то? Какая не установлена крыша. Блин, ну давайте купим крышу, попробуем ее снова поставить. Просто нам хозяйка-то сказала, что это все не нужно. А что тебе не нравится-то, собственно говоря? Подожди, интерьер, складная крыша. Я ничего не понимаю. Так, давай, передняя дверь кабриолета. Блин, тебе еще двери нужно поменять, серьезно? Ладно, тогда крыша нам не нужна, задняя дверь не нужна, передняя дверь не нужна. Короче, все двери мы продаем обычные. Покупаем специальные, которые просят у нас это женщины. Давай, передняя левая, передняя правая. Блин, зачем я ее купил? Ладно, продам. Да. Я опять же немножко подтупливаю. Ну это моя типичная, наверное, фишка для моего канала, чтобы постоянно подтупливаю, потому что всегда уставший. Ну такое бывает, знаешь. Хорошо. Передняя дверь продайся, пожалуйста. А, время закончилось, серьезно? Болел. Ну ладно, хорошо. Давайте поспим, завтра вернемся на работу. Так, мы продолжаем, в общем-то говоря, устанавливать наши вот эти вот двери кабриолетные. Наша мадам попросила, чтобы мы сделали кабриолет. Она хочет поехать куда-то на юга, куда-то отдохнуть, загореть. Хрен его знает, что он там будет делать, конечно. Может она по работе едет, в конце концов. Может зря я так говорю про нее. Хорошо, крышка багажника тоже. Сделали ее заднее стекло. А, слушай, заднее стекло-то я не смогу поставить. Ветровое стекло. Все, до свидания. Кстати, прикольная машина, я бы ее на превьюшку взял. Отличная работа, чао. Давай, давай, вали. Она мне денежки побольше стала давать. По складу у меня есть заднее стекло. Я она не буду, я пока продавать, потому что, ну пусть она будет. Так, 12 тысяч купила машину со скидкой. Продавец сказал, что там небольшая проблема с двигателем. Сейчас посмотрим. А там, наверное, вся машина ржавая, вся машина убитая. Нафиг, наверное, нет. Слушай, нет, вроде все нормально, да? Продавец ты не обманул особо? Просто вот эти вот перекупы, которые покупаешь машину, а потом оказывается, что там вообще нахер все сломано. Там от машины живого места нет и, короче, это грустно на самом деле. А, блин, приводной ремень не снимись. Вот так вот, отлично. Так, разобрано, разобрано. Я сомневаюсь, что это все детали, которые мы можем починить. Скорее всего, здесь еще, наверное, дохрена детали, которые сломаны. Давайте соберем, попробуем завести ее. Так, закрутите все болты. Раз, болт. А, ну-ка. Че, стартера нет? Прикольно. Ну ладно, давайте проведем осмотр. Так, воздушный фильтр, да? Масляный насос, подон, цилиндр. Я, как и говорил, да, что тебе продали машину, сказали, что у тебя там маленький винтик, короче, не работает. Так, машина вообще зашибись, покупай, не думая. А оказалось, что у нашей женщины проблемы с автомобилем. У нее тут нахрен вообще все сломано. Ну, как обычно это бывает, я говорю. Перекупов лучше никогда не покупать машину. Если ты, конечно, только не разбираешься в автомобилях. Если ты разбираешься в автомобилях, да, ты можешь купить там по дешевке. А если ты, как бы, такой человек, который не сусветен в этих делах, то лучше довериться, конечно, профессионалу. Вот, то бишь, мне, да. Если тебе нужно продать свою машину, обращайся ко мне. Контакты ты найдешь вон в группе контакте. Зайди там, пиши, слушай, поставь мою машину туда-сюда. А ты там все разбираешься, все сможешь мне сделать. Я тебе все сделаю, все починю. На самом деле, нет, конечно, ну ладно. Так, шестеренку сняли, это все разобрали. Бляха-муха, сколько тут винтов, болтов, блин. Все, я тебе разобрал всю машину. Заводишься? Машина не заводится. Ладно, кстати говоря. Ну ладно. Так, все это снова прикручиваем. Мне проще так чинить сначала все разобрать, а потом все детальки. Прямо понимать, я прям досконально все пытаюсь отремонтировать. Я сначала все разберу, каждый болтик посмотрю, все починю. Поэтому, да, обращайтесь ко мне. Автомастерская от Джои Фокса. Контакты в группе ВКонтакте найдете. Кстати, да, вступайте в группу ВКонтакте. Ты еще не вступлен. Я скоро там буду делать всякий, короче, опрос, типа какую игру пройти, мы там пообщаемся вместе с тобой. Не все же общаться только там на стримах, да, хотя у меня их пока что нет там в чатах, в комментариях, там к видео. Давайте общаться и ВКонтакте тоже. Там, по-моему, даже удобнее общаться, потому что это социальная сеть, а социальная сеть, она для того, как бы, в принципе, и предназначалась, чтобы там общаться. Так, подожди, я не понял. А что тебе еще надо-то? Че ты мне голову-то ломаешь? Я ж только что все собрал. Ох, водяной насос, стартер, масляный фильтр. Так. Блин, нахрен я все собирал, а я же ничего не купил, я забыл. Ой, господи, ладно, давай посмотрим, что у нас еще есть там. Водяной фильтр, стартер, масляный насос, поддон блока цилиндров. Так. Масляный насос, где у нас тут? Масляный насос, поддон блока цилиндров, хорошо. Че еще тут надо нам починить? Воздушный фильтр еще отсутствует. Блин, вообще нихрена нет, короче, у этого мотора. Так, а я могу просто так вот сейчас все поставить? Нет, нет. Чтобы это все поставить, нужно снова разобрать. Слушай, ну потерпи, я как бы, знаешь, я, хоть, конечно, и профессиональный разборщик автомобиля, но, значит, даже профессионалы иногда допускают ошибки. Вот, я так скажу с пафосом. Так, давай все это разберем дело. Нет, хорошо. Так, снять цепление не вопрос. Финт открутили, это сняли, это сняли. На самом деле, двигатель, как я понял, с этой игры разбирается-то вообще просто делать нефиг. Я думал, это намного сложнее. Как оказалось, я ошибался. Сказал от себя Женя, блин, и пошел разбирать свою машину. Так, все разобрали. Снимайся. Так, я для уверенности разберу опять же все. Ты уж, конечно, меня извини, но вот мне так проще будет. А я опять что-нибудь забуду, мне потом опять придется все это пересобирать. Я думаю, ничего страшного не случится, потому что процесс игры, конечно, идет, но мы же с тобой во время этого процесса еще и общаемся. Кстати, ты можешь писать в комментариях, понравилась ли тебе видяшка, связанная с русской деревней, когда мы играли в премьеру, там общались в чате. Мне кажется, это тоже довольно-таки неплохой способ общаться со своими подписчиками. Но я имею в виду, когда идет премьера, там же открыт чат. Потому что пока что нет возможности записывать стримы, или стрима, как правильно сказать. Но мы обязательно их будем записывать, ребят, на тысячу подписчиков. Поэтому, если ты еще не подписан, обязательно подпишись. Там, не знаю, ставь лайк. Тем самым ты продвигаешь мое видео, продвигаешь меня, мотивируешь меня. И, ребят, все будет. Будет и стрим, будет и вообще будет, короче, вообще все. Так, ну, нельзя установить эту деталь, пока не установлен масляный насос. Масляный, масляный, масляный насос. Хорошо, масляный насос поставили. Что? Я не понял. Ты что мне голову-то ломаешь? Стартер поставим. Что не так-то? Подон блока цилиндра. Блять. Вы издеваетесь? Масляный насос подон блока цилиндра. Мне надо вот эти две детали поставить. Ладно, хорошо, не вопрос. Тут еще, понимаешь, тут еще нужно правильную последовательность выбрать, чтобы надо это собрать. Ой, на самом деле, ребят, я, конечно, шучу, я не автомеханик. Ну, ты все равно мне пиши в контакте, почини мою машину и тому прочее. Я научусь на твоей машине чинить автомобиль. Бывает такое, если ты механик, у тебя горит жопа, то, как я разбираю. Уж, блять, извини, что я могу сделать? Я тебе говорю, я не механик. Масляный насос. Масляный насос поставили. Что значит, пока не установлен? Нельзя установить эту деталь, пока не установлен масляный насос. Я, сука, только что этот насос поставил. Масляный фильтр. Подожди, а где масляный насос? Я его вообще покупал, нет? Так, водяной насос есть, воздушный фильтр есть. Я что, масляный насос, что ли, не купил? Так, подожди, масляный насос, масляный насос. Масляный насос, вот он 30 рублей стоит. Я его реально не покупал, что ли, все это время? ну извини не бывает нет такое да ладно ничего страшного сейчас мы это делать все соберем зато мы с тобой пообщались три раза разобрали движок получили какой-то опыт дает все равно как бы это самое полезно собирать разбирать пока собираешься раз пока собираешь разбираешь получаешь дополнительный опыт няшка и все делаю для тебя что пилот посмотрел три раза как его собрал разобрал что надо пока не устроили масляный фильтр сука вот масляный фильтр ставься масляный фильтр нельзя установить этой дай пока не установлен масляный фильтр вот же масляных у меня их два что ли сука ты меня путаешь ладно ребят я начинаю немножко подтупливать когда играешь на камеру еще все это дело комментируешь тебе надо следить то что ты говоришь тебе надо видеть что ты снимаешь это знаешь тоже на самом деле тяжело поэтому ну как ну уж извини а ты хорош да и не говорит три раза твой движок разобрал туда-сюда так ребят ну давайте будем наверное заканчивать на сегодня следующей серии мы с тобой таки на накопим денежки улучшим вот эту мастерскую за 20000 я хочу чтоб не открылся тюнинг я хочу тюнинговать машину в любом случае подписывайся на канал ставь палец вверх проверь стоит ли у тебя колокольчик чтоб не пропустить выход новых серий я с вами прощаюсь всем пока